Всем привет! Вы смотрите видео на канале Gameplan. Меня зовут Юрий Аксёнов и я извиняюсь, что долго не было видео. Но ничего, будем наверстывать и думаю, игр как минимум на два выпуска у меня точно хватит. Сегодня я расскажу о самых интересных играх на Android и iOS, вышедших в августе. А перед тем, как начать, приглашаю всех в свой телеграм-канал, где я не только рассказываю о новых играх, но и общаюсь с вами в чате. Также благодарю всех за поддержку в виде лайков и подписки. Начать сегодняшний выпуск я хочу с RPG под названием Solo Knight. В ней вам предстоит отправиться в таинственный подземный мир, заселенный монстрами и разумеется сразиться с ними. Игра разделена на уровни, проходя которые вы будете опускаться все ниже и сталкиваться с более опасными монстрами и боссами. Вам будет необходимо находить оружие, различные элементы экипировки, использовать и улучшать их, а также прокачивать навыки своего персонажа. Для этого в игре присутствует целых два дерева умений. Говоря о геймплее, то он полуавтоматический. Под этим я подразумеваю, что ваш персонаж будет автоматически сражаться и двигаться в направлении самого ближайшего противника. Но при этом вы сможете контролировать его и вручную, что особенно важно в битвах с боссами, так как только вручную вы сможете уворачиваться от их атак. Игра обладает довольно приятным и интересным графическим стилем, что тоже безусловно можно отнести к плюсам. В целом игра мне понравилась, поэтому могу посоветовать ее и вам. На четвертое место я поставил гоночную аркаду Redline Sport. В данный момент в игре присутствует 15 автомобилей, которые вы сможете разблокировать по мере прохождения игры. Говоря об игровых режимах, то их тут два. Это карьера и одиночная игра. А каждый из них включает в себя следующие режимы. Гонка, дрифт, таймотек и спидтрап. Из тюнинга в игре доступна только покраска, что с одной стороны грустно, а с другой это говорит о том, что прокачка автомобиля никак не будет влиять на игровой процесс и все будет зависеть только от вашего скилла. Игра смогла порадовать меня неплохой проработанностью трасс и отсутствием модели Pay to Win. Поэтому если вы искали подобные гонки, то можете обратить внимание на эту игру. Тройку лучших игр сегодняшнего топа открывает порт известного, наверное, всем экшен-платформера Браухала. Думаю, я, конечно, немного запоздал с ней и почти все уже успели ее скачать и поиграть. Но тем не менее, не рассказать я вам о ней не могу. Это соревновательная игра, где вам будет необходимо одолеть всех противников и остаться одним единственным победителем. Для этого вам будет необходимо выбрать одного из 50 персонажей со своими уникальными особенностями и отправиться на поле боя в одиночку или с друзьями. Говоря об игровых режимах, то тут их довольно много. Кроме стандартных рейтинговых битв, хотел бы выделить Броу Болл, Бомб Скетболл, Захват Флага и Кунг Фуд. Говоря о геймплее, то хочу отметить, что в игре присутствует множество различных комбо, которые я бы вам рекомендовал выучить, чтобы использовать их в бою. Но тут же хочу отметить, что играть на сенсорном экране в Брау Халлах не совсем удобно. Все же я рекомендовал бы использовать геймпад. Но тем не менее, выход данного порта на мобильных платформах не может не радовать. Второе место занимает новый онлайн шутер Era Combat. Главной особенностью данной игры является возможность использования джитпака, который позволит вам перемещаться вертикально и тем самым расширяет места ведения боя. За счет этого вы сможете занимать более выгодные позиции, а также попадать в самые неожиданные засады. Кроме оружия в бою вы сможете применять и различные умения, энергия для которых будет автоматически регенерироваться. Из игровых режимов тут пока присутствует только охота за трофеями, где вы будете играть в командах из трех или четырех игроков. Особенностью этого режима является то, что вам нужно не только убить противника, но и подобрать выпавший трофей. Пока это не сделали его тиммейты. Ну и соответственно, если убили вашего напарника, то нужно не дать противнику забрать выпавший трофей. Мне данный режим понравился даже больше, чем когда просто дают очки за убийство. Шутер пока находится в раннем доступе, а это значит, что в будущем в игре появятся новые игровые режимы, а возможно и другие изменения. Ну и первое место сегодняшнего топа занимает порт стратегии Civilization VI. Думаю, эта игра совершенно не нуждается в каких-либо словах и пояснениях. Поэтому пробегусь только по особенностям мобильной версии. Разработчикам удалось довольно удобно и удачно реализовать интерфейс игры под мобильные устройства. И это безусловный плюс. Но вот что касается оптимизации, то тут не все так хорошо. На некоторых устройствах игра идет без всяких нареканий. Но тем не менее, очень много игроков столкнулись с низким FPS и непрогрузкой текстур. Ну и третий пункт, о котором обязательно нужно поговорить, это цена. Игра распространяется условно бесплатно. В бесплатной версии вам будет доступно только 60 шагов. А чтобы играть дальше, нужно приобрести полную версию игры за 439 рублей. Либо если хотите также получить все DLC, то тогда ценник поднимется до 3500 рублей. Игра безусловно топовая. Вопрос, хотите ли вы тратить столько денег на мобильную игру, это дело личное. И на этом я хочу завершить сегодняшнее видео. Благодарю всех за просмотр и лайки. Всем пока и до скорых встреч.